Из партии Карпова, Качнева, это единец из турнир-детендентов. Карпова не и выиграл этот матч у Качнева. В данной в этой конкретной партии, 21-й партии матча была, он допустил звук. Д-4, К-6, К-3, Е6, Е6, Ж3, Б6, Б6, С-2, С-7, С-4, С-7. С-7, 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 К-3, 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 К-3 И пешка D7, D5, а, C7, D5, извиняюсь, C7, D5, белый пройденный пешкой вперед, D5, черный заряд, D5, пешкой, ну коник теряешь, черный белый заряд, не самый пройденный, а коник же D5, пешка связана, поэтому никуда не денется, ходить нельзя, там обосилие кисло. Последовало, конь C6, правильный ход был G6, так Карпов играл в одной партии, но вот он решил рисовать иначе, конь C6, белый заряд, D5, конем, G6, G6, белый заряд, D2, ловушка, черный ни о чем не подозревающий, что их ждет. А там вот, когда стояла пешка, на D5 могла съесть на C4. А в какой момент? Ну вот, когда там пешка стояла еще, где там? Нет, когда пешка стояла на D5, здесь слоны стояли на боке друг друга, и когда их вы взяли пешку, слоны взяли на бассейн, поэтому черный белый сыграл в К6. Ну, мы уже окушли от того момента, поэтому мы забыли, что здесь черный побеги на D5, на D5 конем, черный, нет, нет, не эти конем, эти на D5, белый сыграл в С1 на D5, вот такая позиция была в квартире, в 19 году сделала. Теперь черный Марию победит D5, но примерно равен 1. А черный решили завести слона бурой F7, который ладья бы возил, надеяли то, чтобы конь потом мог подойти. И зевнули, удар, после чего сразу белого играли. Удар, наверное, вот такой, наверное, как конь на F7, вот так вот, лучше, вот это будет. Нет, это мало, потому что две фигуры теряются. Сылаемся? Это мало. Я говорю, ладья у них 7, и ладья отдает от себя за две фигуры, а две фигуры это сильнее, чем ладья, что ты должен знать. Нельзя выигрывать ладью за две фигуры, это поле с этой стороны, у которой две фигуры. А тем не менее, выигрыш в один ход. Мат, это фактически отборочный матч первого мира, не шутка. И партия закончилась. Сколько ходов? Ну, фактически, не надо передвигать. Ты говори на ТАЦ. Ц3! 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 Я на Ц3! А какая задача? Поставить мат. А команда никакого нет, откуда мат? Да, если на С1 сюда. А откуда мат? Может быть, конь Е6? Слон Е6, как это? То есть, поставляешь... Конь, конь! Конь Е6, то как ты поставляешь коня под две фигуры? Вот и камера в течении видела, точно увидела это, и это совершенно красивая комбинация. Ну, подумайте, как здесь хочешь сыграть. Людям не хочется, а вот М-белый выигрывает. Может, не хочется, но тем не менее... А может, Аш-смь? О! Конь Е7! Так правильно. Вот что дело, смотрите, какая комбинация. Конь жертвует на Аш-смь, но если черные отступают на Е8, то просто белые в сверхней пешке, и позиция у них очень плохая. А если черные берут? Только бить его просто. Да на что? Тогда мат. Какой? Ферс на Аш-смь. Ферс на Аш-смь? Это не мат, король идет обратно дальше. Чего он так? Отдались, а надо было... А он снизил. А не лок, а слон. Рот. Нет, ну так, вы отдали. Отдали фигуру, не забудьте, знаешь, тем, кто они отдали. У вас, конечно, сейчас не хватает. Что делать? Вот, белые пользуются тем, что эта пешка связана, они берут эту пешку. Понятно? Нельзя ведь еще тяде, потому что слону подать у короля. А, а слону, что делали? Дальше, шаг. Дальше что ходить? Король Аш-восемь. Слон убьет Ф-семь. Ну, он может тоже сильнее ходить. А, смотрите, слону Аш-шесть. Слону Аш-шесть. Слону Аш-шесть, теперь все любят висеть. А, да. Если мы Аш-семь, потом выгодим бюджет. Тогда, конечно, ножничные десанты, быстрее выиграем. Шаг. Шаг, да. Слону, бюджет, четыре. Гранит, бюджет, бюджет, аш-семь. Они похожи. Чего надо играть так? Раз. Мы седали. Обратно. Теперь уже даже надо дать один. Нужно лодя, это фигура, а честь лодя. Выдайте шаг. Избирайте на все. То есть, просто выиграть лодью, но там и мат еще не избежать. То есть, получилось, что сколько ходов-то было? В общем, там черный залез на четырестом ходу. Сюда нельзя, без замат. Ну, сюда можно просто свис. Черный, перешний лодя, гранит мат и так далее. Вот такой пример, видите, после чего матч на первенстве мира. Хотя это не был матч на первенстве мира, это был финальный матч претендентов. Но там выиграл этот матч, несмотря на это поражение, и завоевал право играть с Фишером. Фишер отказался играть, если вы знаете. И карту стал чемпионом мира. Ну, фактически, чемпион мира выйдет в земном комбинации. А вот если бы мы забили бы лодью не слабовым, а ферзелом, вот так вот. Это хорошо. Тогда мы бы было бы поставить, ну, черный бык. Ну, нет, ну, для вас все равно полная позиция. Не говоря о том, что... Вот такие, что там был бы мат. Ну, мат, а не здесь ферзел. Не забрать еще вот так, потому что такой мат претендент. А почему у меня было сходить, вот когда попадет на ферз на 6-8? Какой палец? Ферз же 8? Или здесь, безусловно, стоит. Ну, у меня на большая перевес. А там кто-то будет мат? Не важно. Если я пойду сюда, например, тогда это слон пойдет в игру. И если он теряется, и ребенок дает мат. То есть, где защита от 6 мат? И нас убираем сейчас. Если слон так пойдет, тогда слон может так выйти. Нет, если слон так пошел, то он сразу на 3-8 пошел. Так, давайте. Ну, во всяком случае, видите, здесь примерно, кто-нибудь, аж 7 и неожиданно в торгсе ферз. Черный, конечно, взвернули этот удар.